Англию потряс шпионский скандал с токсическим душком. Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравлены и до сих пор остаются без сознания. От яда пострадали даже полицейские, которые приехали на вызов. Десятки военных помогают полиции разобраться в этом деле. А что уже удалось узнать, расскажет Светлана Чернецкая. Это случилось здесь, в этом небольшом скверике. Сергею Скрипалю и его дочери Юлии одновременно стало чрезвычайно плохо. Они присели на скамейку, сейчас она накрыта полицейской палаткой. В то время в центре людей было немного, это был выходной и погода не способствовала прогулкам. Но даже те немногие, кто проходили мимо, посчитали пару либо сильно пьяной, либо под действием наркотиков. Только когда отец и дочь свалились на землю, прохожие вызвали скорую полицию. Создавалось впечатление, что женщина мертва, ее глаза были широко открыты и полностью белые. Мужчина сначала делал какие-то странные движения, но потом и он застыл. Побледнел и у него началась рвота. Одним из первых на помощь прибежал полицейский Ник Бейли. Вскоре ему тоже стало плохо. Четыре дня в госпитале сержант был без сознания. Но вчера очнулся и даже дал показания. Его состояние все еще очень серьезное, но стабильное. Худшее позади. Еще двоих коллег Бейли тоже госпитализировали после инцидента с симптомами отравления. Для нас это шок. На месте происшествия был не только наш коллега Ник, который все еще в больнице, но еще очень много специалистов экстренной помощи. Они тоже могли заразиться. Эта скамейка в сквере одна из важнейших улик. Возможно, именно здесь и произошло отравление. Пытаясь восстановить события того дня, полиция отследила передвижение отца и дочери. Эксперты по химзащите проверили вот этот ресторан и паб неподалеку, куда наведывались в тот день пострадавшие. Также нашли запись камеры видеонаблюдения, сделанную за полчаса до инцидента. На ней вполне счастливые и здоровые Сергей и Юлия прогуливаются за руку по улице. Каким ядом отравили россиян? Ответ искали три дня. Привлекли криминалистов из химлаборатории Портондаун. Это один из самых засекреченных военных исследовательских центров. Уже известно, было использовано вещество нервно-паралитического действия. На порядок сильнее Зарина. Наша задача сейчас установить, кто стоит за этим и с какой целью это было сделано. У нас сотни детективов, криминалистов, аналитиков и разведчиков. Работают сообща круглосуточно. А сегодня в Солсбери, где произошло покушение, направили еще две сотни военных. Среди них королевские морские пехотинцы. Криминалисты все еще работают в доме Скрипаля. Обычно тихий городок сейчас наводнен полицейскими. Жители в панике. Страшно представить, что любой мог проходить мимо и подвергнуться заражению. Я просто в шоке, что такой случай произошел и что такое вообще возможно. Это первый случай в британской истории, когда на ее территории применили оружие массового поражения. Продажа нервно-паралитических веществ запрещена, поэтому купить их нереально. Создать крайне сложно. В 95-м религиозным фанатикам Японии удалось произвести зарин. Но на это ушли годы и миллиарды долларов. Даже маленькая капля вещества нервно-паралитического действия может убить за минуту. К примеру, вещество VX, которое использовалось для убийства брата-лидера Северной Кореи Ким Чен Ина, в прошлом году в сто раз токсичнее зарина. Оно не обладает ни запахом, ни цветом. И его очень сложно обнаружить. Поэтому все убедительнее выглядит версия, что это покушение организовано на наивысшем уровне. И поскольку Сергей Скрипаль, бывший агент российской разведки, пресса сразу же заподозрила российский след. Хотя было бы неправильно делать поспешные выводы, но я могу заверить вас, если появится доказательство, указывающее на ответственность другого государства, то правительство Ее Величества будет действовать должным образом. Это не останется безнаказанным. Использование вещества нервно-паралитического действия на британской земле – наглый и безрассудный акт. Это было покушение на убийство, совершенное самым жестоким путем в общественном месте. Депутаты призывают как можно скорее раскрыть покушение. Они требуют от правительства публичных отчетов. И просят МВД пересмотреть дела по еще 14 подозрительным смертям, произошедшим в Британии. Все они тем или иным образом связаны с Россией. Проводят параллели с отравлением Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ в 2006 году. И вы знаете, это дело 2006 года здесь очень много обсуждалось. И ряд экспертов, и ряд политиков говорили о том, что тогда Британия недостаточно жестко отреагировала на этот вопрос. Главный вопрос сейчас – это мотив. Отставной полковник Сергей Скрипаль вряд ли представлял опасность для Кремля. В Солсбери он жил жизнью обычного пенсионера. Иногда ездил в Лондон читать лекции в военных академиях, наведывался в секретную службу МИ-6. Правда, особо полезным уже не мог быть. Его информация о российской разведке устарела. Когда я услышала, что он шпион, я была просто в шоке, потому что он такой хороший и милый человек. Он такой дедушка, обычный пенсионер, который часто говорил о том, как скучает по дочери и живет один. В Москве Сергей Скрипаль работал в главном управлении российской военной разведки. В 2006-м его обвинили в госизмене, работе на британские спецслужбы. Скрипаль отвечал за подбор кадров, поэтому мог быть очень полезным для МИ-6. Признать виновным в совершении государственных изменок, формах выдачи государственной тайны, представителям иностранной спецслужбы и шпионажа. 4 года Скрипаль провел за решеткой, но потом его и еще троих граждан России обменяли на 10 российских шпионов, задержанных в США, после чего Скрипаль поселился в этом небольшом английском городке с семьей. Недавно он потерял жену и сына, дочь вернулась в Россию, и на эти выходные приехала навестить отца. Пока мало известно, чем занимался Сергей Скрипаль в последнее время. Друзьям он рассказывал о новой работе в сфере кибербезопасности и о встречах с друзьями из российского посольства. Есть информация, что Скрипаль мог помогать бывшему офицеру МИ-6 Кристоферу Стилу составлять досье по связям Трампа с Россией. Прольет ли свет на это дело сам экс-разведчик? Пока неизвестно. И Сергей и Юлия до сих пор в реанимации. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности недели. Британское бюро телеканала Интер.